Здравствуйте, уважаемые болельщики, любители гандбола, врываемся в эфир телеканала «Старт с матчем», встреча, в которой команда разделяет, конечно, большое количество турнирных строчек. Фюкса Берлин и Минден. Такое ощущение, что делать этого не собирается. Встреча с Гамбургом, которая совсем недавно завершилась, и вы сможете ее на нашем телеканале также увидеть. Завершилась победой, но другой вопрос, что есть у Киля, помимо их хорошей формы, встречи и счет голам своей команды. Фюкса Берлин 2, собственно, делают счет 5-2 к пятой минуте, и 7 забитых мячей. И Дэн Милославлев, о нем, наверное, можно отдельно говорить, был близок к тому, чтобы двойной сейф совершить, но забивает этот мяч, и Николас Пич, в обеденном виду, немного досталось. С локтя по-другому не скажешь, а здесь Дэн Милославлев на загляденье от Дармуля. Посмотрите, как технично все выходит. Якоб Хольм в центре. Видо длинную передачу делает и перехватывает Минден ее. Теперь уже быстрый отрыв для них по ходу игры. Он пока что первый и забивает Макс Корте. рисунок игры своей команды, в которой присутствуют дальние броски. И это, собственно, их сильная сторона. Но и забивает 3 мая мяч Милош Вуевич. При этом то ли при приземлении, то ли при броске. Поглядел свою правую бьющую руку. Женя, посмотрим еще раз этот момент. Двумя руками, посмотрите, Дэн Милославлев забирал этот мяч. Да, имя пропущено во встрече с тем же Магдебургом, с чемпионом Бундеслиги. Но и у Фленсбурга выдается сложный матч. Сейчас они играют с Лемго на левом полусреднем. Центр занимает сегодня как универсал действует Пал Друкс. И первый свой мяч Михаил Марсевич вколачивает. Это сезон последний для него. Заминдан на его место придет молодой талантливый Матиас Витч. Счет остается 18-14. Собственно, на нем и ставим точку в первой 30-ти минутке. Менял и модифицировал работу в обороне. Что доставило неудобства команде Ярна Зивертон. Ярким были ошибки. Но счет снова становится 19-17. Два мяча преимущества. И Дэн Милославлев говорит свое слово. Парирует он этот бросок. Стопроцентная была возможность для Миндана отличиться. Хотя в Ганголе, наверное, на последнем рубеже есть Галкибер, который решает передачу, которую адресовал он Фабиана Виде. Тот поднимается на бросок. И сейвов практически готовит Ярн Зиверт. Ну и, к моим словам, вы видите, тут же произошла замена. Карстан Лихтлэй забирает он его у Линейного и там еще в прыжке сумел своим партнером его направить неплохо действовал Амин Дармуль. Не доходит его мяч до ворота. Ну а у Милославлевича сегодня все прекрасно. Прекрасный день для него. Классный, эмоциональный разрыв. Здесь мячей мы узнаем после этой атаки. Снова Якоб Хольм широко уходит. Знаете, какую классную стяжку выдает Хансу Линбергу. Рассчитывает на то, что этот мастер Гангпола встреча будет для них на выезде против Вестерла в какой-то из этих игр. Очки нужно брать. Собственно, такой план определил и Кристиан Цейтса для себя. Но уже с левого края он не забивает. И, наверное, это финальный счет. Ух! Наконец разразился мощью своей Кристиан Цейтса. Делает окончательный счет, забивая на последней секунде то, что не удалось команде Миндена в первом тайме. Но я в забитом мяче на последних секундах. Удается здесь во втором. Побеждает Фюкс и Берлин. И делает это уверенно.